Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус2190. И по-хорошему мне надо было сразу пойти обрабатывать куча-куча 30 кусочков частей на Ценмилл, но это так геморойно. Поэтому я решил еще немножко помучиться и начать проходить. Начать проходить, наверное, вообще два несовместимых слова, но тем не менее. Хорошо. Мы прошли Металмена, у нас осталось два робота. Крэшмен, это то мерзкое существо. С которым я просто, блин, не знал, как бороться, какие методы применять, чтобы его победить. И Квикмена, человека, которым я наслышан. Он, да, он очень популярный в некоторых кругах. Блин, я не знаю, Крэшмена, снова проходите, снова могу протупить. Попробуем все-таки Квикмена, Квикмена, будьте готовы к серии рейджов. Не знаю, нет, я постараюсь на самом деле не нервничать, а спокойно проходить эту игру. Так, что у нас есть? Во-первых, у нас есть много сил, у нас есть одна Е. Еще у нас есть... Так, я уже немножко отвык, кстати, от этой игры. Берем, хватаем и все, правильно? Правильно. Так, выключаем тебя. И главное не нажимать Е. Нажимаем П. П это то, что мы с собой представляем. П это наше первородное существо. Итак, этап Квикмена, быстрого человека. Нам нужно быть быстрым, чтобы победить быстрого человека. Быстрее, чем сам быстрый человек. Если это реально. Так, не знаю, что представляет собой его уровень, но босс, он сложный, насколько я в курсе. Так. Эй, 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 эй. Боже, что за фигня? Что происходит? Ребята, стоп, стоп. Эй, эй. Стоп, 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 стоп. Черт, стоп, стоп. Подожди. Стоп. Как-то быстро все. Я хват... Там, чтобы схватить можно было. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Кстати, да, я... Темно. Мне темно, ребята. Мне темно. Ага. Факелы. Эй, эй, эй. Нет. Факел, факел, факел. Так, факел. Кнопочку турбожмем и стреляем. С одной стороны, двоякое чувство. Нам нужно и не убивать его, и убивать. Потому что это... Он нас хочет убить, но он нам освещает дорогу в светлое будущее. И поэтому... Даже не знаю, что делать. Надеюсь, здесь нет никаких ям. Потому что у меня скромное предчувствие, что что-то здесь не так все просто. Не, нормально. В принципе, все. Так, еще раз. Еще раз такая фигня. Еще раз такая фигня. Бежим, 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 бежим. Блин. А вы знаете, это не прикольно. Как-то... Блин, не знаю даже. Ладно. Хорошо, что мы хотя бы тут начинаем. Ладно. Сейчас будем стараться проходить. Мы уже научены горьким опытом моих предыдущих летсплеев, моих настоящих летсплеев. Мы уже набрались навыков, поэтому нам не заставит предтруда пройти что-либо. Когда-либо, где-либо. Правильно? Правильно. Так. Ну, с богом. Так. Как надо бежать? Так, хорошо. Нет, 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 нет. Я свалился. У нас есть еще одна жизнь. У нас было много жизней. У нас был энергетан. Как можно было так профукать? Все, еще одна жизнь у нас. Ой, как обидно. Черт. Мне кажется, если я сейчас умру, то я, наверное, перезагружу с самого начала. Ну, когда я сохранялся перед началом этого уровня. Потому что очень жалко потерять все то, что у нас было. Я думаю, это будет правильно. И я думаю, NES-овские игры не те игры, когда будет грехом использовать все стеты. Конечно, не прямо между уровнями, как делают некоторые. Потому что, мне кажется, это будет совсем неинтересно. Так как я сохраняю сейв стеты, я думаю, это не столько нагло. Так. Пошли, пошли, быстро, 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 быстро. Бежим, бежим, бежим. Мегамэн. Эээ, то так, 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 бежим. Как это успеть сделать? Офигеть. Ладно. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все будет. Можете не беспокоиться за меня. Я надеюсь, вы за меня не беспокоитесь. Потому что у меня всегда все хорошо. Я надеюсь, что у вас тоже все хорошо. Особенно в тот момент, когда вы смотрите мои летсплеи. Так, блин, ну не знаю. Ага, мне надо было прыгнуть. Я тупо сейчас сбежал к стену, походу. Итак. С богом. Хорошо. Бежим, 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 бежим. И сразу влево сейчас. Влево, влево, влево. Раз. Два. Да ну это нереально успеть. Ладно, сейчас я вернусь на тот же самый момент. Ждите меня. Итак, я снова здесь, мои дорогие. Я могу перед вами похвастаться. Я взял... Помните, там, где... В прошлый раз я падал слева, я теперь упал справа. Я взял энерджитэнк. И я взял дополнительную жизнь. Теперь у нас аж пять жизней. Можете себе представить. И у меня появилась идея. Ну, это пока так, чисто в теории. Для чего, наконец-то, может пригодиться наш флешмен. Попробуем. Так, сейчас просто бежим, как бежали ранее. Бежим, бежим, бежим. А теперь останавливаем. Отлично, работает. Работает, работает. Ага, и для этого, наверное, и лежала эта штука. Только, почему я не могу ее отключить? Вот скажите мне. Может, я не должен ее отключать? Может, это реально она спасает? И без этого тупо не пройти этот уровень? Как думаете? А, вот его надо было взять, конечно. Ну, ладно. Так. Хорошо. Слава тебе, господи. Так. Вот это, блин. У тебя там настолько было адско. Все. Насколько там все было адское. Блин, это капец какой-то. Так. Я знаю, как тебе проходить. Ха-ха-ха. Так, нет. Вот так вот делать со мной не надо такого. Отлично. Так. Хорошо. Жизни у нас много. Энердж танк есть. То есть, при желании мы можем убить этого босса, используя сразу два энердж танка. А возможно, надо бы сохранить это все. Два. Два их. Два их. Два их. Пошли вы. Пошли вы. Так, все. Нет. Я не хочу с вами сражаться. Извините, ребят. Уже босс. Черт, а. У меня просто есть скромное впечатление, что флеш надо было использовать во время битвы с этим боссом. Но не знаю. Восстановлите энерджи тэнк. Я думаю, смотрите, один раз можно погибнуть. Я могу себе это позволить, чтобы возобновить жизни. И посмотрим сейчас хотя бы как с ним драться. Правильно? Так, что там уже будет видно, да? Ладно, сейчас попробуем. Ты готова? Я готов. Давай, квикмен. Геморройный босс, я тебя наслышан, Человек-молния. Так. Так, 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 так. Подожди, подожди. Стоять, 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 стоять. Ты, у тебя бумеранги есть, хорошо, я не против. Честно, не против. Главное, что ты меня, меня, меня не бил. Так. Так, стой, да стой же ты. Ну, я думаю, слишком сложно все не должно быть. Блин, ладно. А почему я не попробовал против него какое-то другое оружие? Ну, мне, я не знаю, как-то подсознательным образом кажется, что флеш должен помочь. Так. Хорошо, давайте, знаете, как попробуем? Я не помню, все-таки, по-моему, энерджи-тэнк не будет восстанавливать нашего флеша или что-то, ну, наше оружие дополнительное, да? Сейчас попробуем убить его обычным образом. Когда у нас будет заканчиваться жизнь, не потратим один энерджи-тэнк. И если он поможет, попробуем использовать флешмана. Сейчас попробуем. Но пока сейчас попробуем так вот. Ну, конечно, я его так не завалю. Этот босс слишком крут. Так, брось. Брось свои штучки. Так, почему-то мне кажется, что я его могу просто так завалить. Вам так не кажется? Так, уже, нет, уже не кажется. Только что казалось, а уже не кажется. Так. Так, 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 не знаю. Пожалуй, использую, вы знаете. Да, не восполняется сила, но это не проблема, потому что этот босс сложный. Я не знаю, почему его... А, вернее, босс этот легкий. Я просто сейчас протупил. А так бы я очень легко его завалил, даже без использования энерджи-тэнка. Я не знаю, почему вы мне сказали, что он сложный. Я думаю, он довольно-таки легкий. Возможно, это опять же, потому что я играю не на харде, а на нормал сложности, да? Так. Так. И что мы получаем? We got equipment with quick boomerang. Быстрый бумеранг. Замечательно, ребята. Быстрый бумеранг, и мы получаем розовый супер-костюм супер-человека. Пожалуй, это как раз то, что нам нужно, чтобы победить Крэшмана. Что ж, ребята, останавливаем, и, пожалуй, пройдем последнего босса из роботов. И отправимся в замок доктора Виа-Вайли. Да, да, да. Не знаю, пройдут там еще уровень или нет, но будет видно, будет видно. Ну что ж, понеслась. Понеслась. Крэшман, я иду к тебе второй раз. Возможно, ты уже ослаб. Как там говорил Барни, друг Фреда Флинстоуна, который якобы пытался победить Йетти самостоятельно. Так. Посмотрите, как хорошо мы уже справляемся. Даже ранения не получаем. Так. Ну, я любитель того, чтобы сказать, что не получаем, а самому получить. Вот. Прямо как сейчас. Но, ничего, это не беда. Дальше будет неприятно, когда птички будут на нас падать, если вы помните. Так, а это наш друг. Да, это наш друг. Так. Нет, я тебя не убил, друг. Так хватит! Уже брось это дело свое пагубное. Это пагубная привычка, шахтер. Так, пожалуй, снова прокатимся, если вы не возражаете. Бесплатный парк аттракционов, почему бы и нет. В прошлый раз здесь упала большая жизнь, я захотел ее взять, но... В этот раз... С этим как-то не сложилось. Может кто-то мне даст все-таки жизнь, нет? Эх вы, жадные, жадины, говядины. Соленый огурец на полу валяйтесь, никто вас не ест. Так. А сейчас попробуем делать то, что я видел в одном из летсплеев буквально пару лет назад. Так, во-первых, не умирать. Да, глупо, 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 глупо. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Подождите нас! Так. Нет, стоп, стоп, стоп! Что так много кидает с этих штук? Стойте, стойте, стойте! Давай, отлично! Прикольно получилось, правда? Эй! Да что ж такое-то, а? Ааааа... Придется подождать эту штуку. Ладно. Ну что, не беда, не беда, ребята. А теперь... Вот и все, собственно. Можно ничего не ждать и ни от кого не зависеть. Мы будем сами по себе. И я думаю, это хорошо. И я думаю, хорошо, что у нас остался еще один энерджи-тэнк, благодаря которому мы можем попробовать все-таки наконец-то убить Крэшмана. Пускай со второй попытки, но это сероубийство. Эээ... Ятара говорил, чистая победа. Да, чистой победы у нас не получится, но... Все равно, это убийство. Роботу не станет легче от того, что я его убью со второго раза или с первого. Главное то, что он... Шахтер! Отлично, нормально. Блин, жизни нету, жизни нету, что делать? Я не помню. Я, по-моему, справа лучше было ходить, да? Честно, не помню уже. Так, ладно, сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать. Ну, понятно. Птичке пришло ваше время. Все-таки энерджи-тэнк я, конечно же, сейчас использовать не буду, это глупо. Если бы я хоть убил одну птичку, из нее выпала огромная такая громадная жизнь. Не-не-не, все, я умер. А! Берем-берем-берем-берем! Отлили лично, блин, как это вовремя. Никогда в жизни, ни в первом мегамане, ни во втором не было настолько всего... Все вовремя! Так, вот, нет, вот этого не надо, хорошо. Я рад, конечно, что жизнь вы мне дали, но... Блин, не переусердствуйте, ребят. Всего, даже всего плохого, всего хорошего должно быть в меру. Даже того, что не должно быть в меру, этого должно быть в меру. Я так думаю. А, а тут вы не можете в меня попасть. Ха-ха-ха! Глупые птицы! Стоп! Вы можете в меня попасть. Беру свои слова обратно. А, знаете, что я помню? О! Во-первых, я знаю, что вот это надо нам взять обязательно. Так, я помню, что... Сверху появляются некоторые вертолеты, весьма неприятные наружные. Возможности, которые... А, стоп! Там жизнь сверху. Так. В общем, меня сейчас убьют. Вот что я хотел сказать. Но если мы сейчас возьмем... И нам придется начинать с самого низу. Но если мы сейчас успеем хотя бы взять жизнь, это уже будет... Эээ... Успех. Да. А если я сейчас возьму, убью вас. Так. Отлично. А второго? Или вырис... Выриспау. Хорошо, выриспау. Так, так, так. Ну, блин. Понятно. Что можно было от вас ожидать, ребят? Ладно. Надеюсь, вы посмотрите еще раз. Уже, пожалуй, в четвертый раз. Эээ... Посмотрите эту стадию. Хорошо, хотя бы мы не с самого начала... Эээ... Умираем, да? Ну... Эээ... Конечно, хотелось бы вообще не умирать. Но... Без этого в этой игре, я думаю, никак. С моими-то руками. Хе-хе-хе. Так. Ну, в общем... Во-первых, я думаю, что... Эээ... Я все-таки пройду... Эээ... С... Моим подписчиком... Леха Смирн. Чипы ДЛА-2. Кооперативное прохождение. Сделаю то, что... Не делал никогда. Для меня это будет новым опытом. И я надеюсь, что вам это понравится. И, пожалуй, раскрою секрет. Если получится... Мы... Эээ... Пройдем игрушку... Ну, как пройдем? Эту игрушку нельзя пройти. Эээ... В общем, есть такая игра Олимпиада на NES. У которой там присутствуются разные дисциплины. Кидание копья. В общем, сражаться друг против друга. С компьютером оно, конечно, не так интересно. Так, у меня нету жизни тут почему-то. Я думал, возникнет. Вот. И мы, возможно, посоревнуемся и запишем это все. Мне кажется, это может быть интересно для просмотра. Эээ... Вы скажете, ребят, свое мнение. Главное, что это необычно, мне кажется. И... Оживить несколько мой канал. Ээ... Надеюсь, вам понравится. Вообще, надеюсь, что это осуществится. Потому что... Не хочется, знаете, делить, как говорится, неубитого медведя. Посмотрим, как оно все будет. Эээ... Не хочу пока ничего заранее гарантировать. Как получится, так получится. Да. Надеюсь, что все получится. Надеюсь, что умирает последний. Магомен умирает первым. Так. Отлить... Да нет, ничего отличного нету. Боже. Давай, давай. Бам! Нужно достать. Хорошо, мы успели, успели. Теперь хотя бы начнем отсюда. Так. Два энерджетенка должно хватить на то, чтобы убить этого босса. Пожалуй, сейчас нужно нам просто умереть. И не париться по пустякам. Крэшмен, я снова здесь. Ты готов к своей участи? Хе. Я готов к своей участи. А ты готов к своей участи? Знаете, что я сейчас попробую? Кстати, флеш нам все-таки, конечно, пригодился. Это радует. Вот. А нет. Это что? Да! Да, да, да. Стоп. Почему-то у меня был розовый костюм, а теперь у меня зеленый костюм. Кстати, классное оружие. Посмотрите. Практически не тратится на него энергия. И во все стороны стреляет. Это круто. Кстати, в первой части я вам показывал почти все оружия. Здесь как-то не очень, да? Хорошо. Давайте сейчас покажу. Флеша вы видели. Мэталмена вы сейчас увидели. Так. Квикмен. А! Стоп. Вы не видели металмена. А вот и квикмен. Розовый, да. Он действительно розовый. Бабблмена вы видели. Прикольное оружие. Почему я ими не пользуюсь, я не знаю. Надо пользоваться. Я думаю, часто придется это делать в замке Вайли. Это, блин, вы поняли. Да, возможно, это просто щит, который будет нас каким-то образом защищать. Это вы видели, конечно же. Эйрмена. Хитменовый. Не помню. Да, я, кажется, против какого-то босса использовал не слишком удачно. В общем, я все вам показал. По-моему, что-то мне так кажется, что... Бумеранг и Квикмена будут хорошо действовать против нашего Крэшмена. На самом деле, интересно, надо запоминать этих боссов. Так, да схватись же ты. Стоп. Нет, по-моему, не работает. Сейчас, секундочку. Надо попробовать Мэталмена. А может и работает. Я не, честно говоря... Да я не пойму, у меня все... У меня все виснет, виснет, виснет. Все, у меня... Я пропадаю. Твою мать. Я ничего не понял. Сейчас. Ребята, так я туплю сейчас. Бог ты мой. Я ничего не понял. Пожалуй, надо все-таки использовать Квикмена. Знаете что? Я сейчас запишусь, если вы не возражаете. Не потому, что я боюсь проиграть и начать сначала. Потому, что у меня пропадает снова на экране все. Это, я так думаю, баг Virtual Ness. Мне сейчас надо будет его закрыть и запустить заново. И, пожалуй, с того момента я начну запись. Итак, я снова здесь. Ребята, знаете что? Я странным образом протупил. Я только что узнал, что против Крэшмена хорошо действует оружие. Которое у нас и так было, когда мы проходили его в первый раз. И я вроде бы все против него пробовал. И как-то все не получалось. Это Airman. Как бы мы могли представить. Еще, мне кажется, что во время того, как флэш я использую, да, заморозку времени, я могу стрелять. Но, блин, почему-то я не могу стрелять. Одно другому немножко противопоставлено. Ну, что ж, ребята. У нас есть два Energy Tank'а. У нас есть много зарядов Airman'а. Пожалуй, мы готовы убить Крэшмена. Пожалуй, в этой игре, я думаю, я бы назвал его самым сложным боссом. Из роботов. Да, офигеть какой. Просто круто. Капец. Почему я раньше этого не сделал? Как глупо-то, а? Как глупо. Я почти не потратил час здоровья. Я вообще не потратил Energy Tank. Почему я в первый раз не убил? Сила Airman'а. Это первая сила, которая у меня появилась. Да, я понял, почему я даже не использовал его. Потому что я по первой части Мегомена привык, что на каждого босса действует одно оружие. Мы получили Крэш-бомбер. Замечательно. Вот. А Airman был хорош против Вудмена. И я думал, что всё. На этом и заканчивается его применение против боссов. А оказывается, вон оно как, ребята. Глупо, конечно. Блин, вот как может сначала босс казаться сложным, а потом внезапно, в один момент, показаться настолько лёгким. Итак, кого мы видим? Снова доктор Вайли, который подмигивает нам бровями и сидит в своей инопланетной тарелке. НЛО. Мы его выпустили на свободу. Вернее, наверное, он сам выбрался, но мы этому поспособствовали. Итак. В первой части такой графики, ну как бы такого рисунка не было. Вот. А во второй части и в последующих будут вот такие вот уровни себе. Что ж. Теперь у нас есть всё, что можно пожелать. Все силы у нас возобновились, как вы можете видеть. Мы сейчас взяли силу Крэшмана, правильно? А что он делает? Я хочу хоть глянуть. А, в общем, типа бомбы как бомбмана только. Насколько помню, они должны даже присасываться, если я помню по летсплеям правильно. И они много забирают силы у нас. Так. И, пожалуй, закончим на этом. Понаслаждайтесь ещё какое-то время этой хорошей, классной, классической музыкой Мегамена. Она, кстати, на музыку и саундтреке из Мегамена. Часто делают всякие кавры, играют на пианино и так далее. Даже симфонический оркестр иногда в составе уважаемых людей. Я видел видео какое-то на ютубе. Проигрывала мелодии из этой великолепной игрушки. Ну, из какой-то из частей. Вот. В общем, Мегамен стала легендарной игрой. И, пожалуй, сегодня, я не знаю, но завтра точно мы продолжим играть в эту же легендарную игру. И будем как можно ближе стараться подобраться к Доктору Вайле, чтобы наказать его во второй раз. А сейчас, ребята, оставайтесь на линии. Смотрите мои видео дальше. Спасибо вам всем за просмотры. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Спасибо вам всем, ребят.